Принц Персия Принц Персия Принц Персия Принц двигается настолько медленно по сравнению с другими частями, что первые два часа вы будете чувствовать себя очень неуютно, непонятно и более того. Из-за этой медлительности всего вокруг времени на то, чтобы реагировать в акробатических головоломках настолько много, что играть становится вдвойне скучно. Втройне скучно нам становится играть, как только начинаются битвы. Даже начиная с первой Sands of Time у нас была довольно неплохая боевая система. У нас были блоки, у нас были перри, у нас была магия, у нас было хитрое действие и переключение между ударами меча и кинжалом. Warrior of the Thin вообще у нас представил офигенную боевую систему. Итак, чем же у нас занимался принц между первой и второй частью? А он активно забывал то, что он знал. Ну, вы понимаете, он приехал к своему брату в королевство, брат такой весь крутой, крушит всех. Ну, принц такой думает, я тоже ведь не лох, не, я крутой пацан, поэтому... О, брат, блокируется, а я не буду блокироваться. Встречайте, принц, который не умеет блокироваться. Но, в принципе, с такими противниками, которых нам подсовывают в Forgotten Sands, блокироваться и не нужно. Вспомните противника в прошлых частях. Да, было сложно, вот. Четыре человека могли доставить нам очень много проблем. Что мы видим сначала в Forgotten Sands? Ой, как их много, наверное, меня сейчас замочат. Но я открою вам секрет, как победить абсолютно во всех схватках в Принце Персии и Forgotten Sands, сколько бы человек на вас не вылезло. Не, ну, действительно, здесь есть и удары у нас заряжающиеся, страшные, можно прыгать по противникам, можно вообще не приземляться на землю. Но это все нужно только для того, чтобы как-то себя развлечь в этом океане уныния. Здесь есть боевая магия. Зачем она нужна, я так и не понял. Всех можно все равно заспаймить иксом. Я уж молчу про то, как она ужасно выглядит. Вот нам говорят. Огненная магия. Мы оставляем за собой огненный след. Вошедшие в него противники перекрашиваются в красный цвет. Не, ну не спорю, в какие-нибудь времена Дэнди, перекрашенные в красный цвет противники, это было охрененно круто. И это была магия огненная. Не знаю, в 2010 году о чем они думали. Итак, мы играем дальше. Обычно весь геймплей у нас заключается в том, что мы жмем вперед, иногда на кнопочку А, чтобы прыгать, иногда на правый курок, чтобы бежать по стенам. Какой монотонностью мы занимаемся где-то два часа, после чего нам дают новую магию. Магию интересную, она замораживает у нас воду. Мы можем бегать по замороженным водопадам, цепляться за струи воды. И казалось бы, вот сейчас начнется настоящий офигенный принц Персии. Но он начнется, да. После того, как полтора часа вас будут мучить этим туториалом. Реально, первые полтора часа после обретения каждой новой способности, это тупой коридор, в котором вас попеременно просят нажимать одну и ту же кнопку, не предоставляя никакого челленджа. После чего, может быть, где-то минут на 15 вам представят какую-нибудь более-менее сложную головоломку. После чего вы снова найдете врата в альтернативную реальность, где вам подарят еще одну способность. И вот когда вы третий раз увидите эти врата, вы подумаете, что-то здесь не так, потому что вас ждет еще один дурацкий туториал. Я вот исключительно из любопытства играл и думал, а когда же будет на самом деле интересно. Ну интересно стало на самом деле через 6 часов, когда начался уровень под названием The Final Climb. Ну вы понимаете, что это значит. То есть, по сути, вы покупаете игру с офигенно длинным туториалом, 6 часов, после чего играете в нормальную игру всего полтора часа. Очень здорово, да? При этом, Принц Персии Forgotten Sands нельзя назвать такой уж прям ужасной игрой. Она ужасная Принц Персии. Как игра, тем более игра по фильму, она довольно-таки неплохая. В нее могут, например, играть все. И мне, когда я играл, в голову в первую очередь приходили аналогии с игрой по «Последним черепашкам ниндзя», который полнометражный мультик. Все от тех же Ubisoft. Давайте сравним, как выглядят бои там. И здесь. Не находите похожести? Итак, поговорим еще о способностях, которые нам подарят. Замораживание воды – это здорово. Восстановление платформ, когда-то стоявших одну за раз. Ну так, более или менее, когда мы начнем комбинировать одну способность с другой. Но самая ужасная способность – это дэш. Вам говорят, вы можете дэшиться в воздухе. Ха-ха-ха-ха. Это суперобманка. Вы можете дэшиться только по направлению к противнику. Если вы видите пропасть, из которых думаете, а я сейчас возьму и передэшусь через нее. Нет. Хитрый геймдизайнер не даст вам этого сделать, не поставив туда противника. И более того, если вы сейчас будете дэшиться, приготовьтесь к еще дальнейшему унылому нажиманию кнопочки «Х». Вы спросите, станут ли бои интереснее? Но, скажу, станут. Под конец принцу дадут меч-кладенец, который всех выносит в 20 раз быстрее. То есть, представьте, в 20 раз меньше уныния в битвах и нажатия кнопки «Х». Что еще мы можем ожидать от игры по «Принцу Персии»? Возможно, крутых боссов? Ну, боссы крутые, да, великие джинны. Я не знаю, с какой стороны они. Если они замахиваются полчаса и попасть по принцу, не нужно. А принц их убивает тысячу ударом в пятку. Не, я понимаю, конечно, это здорово убивать офигенных врагов тычем в пятку. Он Кратос всех убил ударами в пятку и в тентаклю. Принц уже у нас модный, он перед братом красуется. Дальше. Принц у нас теперь настолько пафосный, что он не пьет воду. Нет. Зачем пить воду? Что он, лох какой-то пить воду? Он будет ходить и крушить кувшины, из которых будет собирать орбы. Ну, вы поняли, да, уже, на кого он ориентируется. Доходит совершенно до смешного. Вот, есть израненный принц, приходит в альтернативную вселенную, ему дают обилку. Но жизнь-то нужно восстановить. Как же в реальный мир идти с невосстановленной жизнью? Что же он делает? Правильно, он крушит абсолютно все вазы в покоях тетки Джина. Настоящий мужик ничего не скажет. И хочется задать вопрос, для кого же эта игра была сделана? На самом деле, самый очевидный ответ на этот вопрос, это не для вас, фанаты Принца Персии. Вы проходите мимо. Эта игра сделана для тех, кто вышел с фильма, он не знает, что такое Принц Персии. Он посмотрел только что, ну, неплохие такие пираты Карибского моря про пустыню. И такой, о, игра, возьму игру. И он получит, в принципе, для него неплохую игру. Тем же, кто фанатеет от сериала, и уж тем более от старой трилогии, я не знаю, я не могу рекомендовать вам это. Посмотрите на Ютубе все сюжетные сценки, я не знаю, прочитайте на Википедии, что там действительно сюжетно произошло. Но держитесь от этой игры подальше. Ну и да, хочу сказать, что, наверное, в этом году совершенно адским по количеству хороших игр, это первая игра, которая меня действительно разочаровала. По видеороликам нам показывали офигенные пазлы. На самом деле, все это оказалось чудесами монтажа. Вам показывали действительно самые интересные моменты из игры, которых, ну, не знаю, процентов на 10, наверное, на 15 таких в игре. Все остальное это монотонная унылость. Медленная, неинтересная, легкая. В общем, я не знаю, я больше не хочу ничего про эту игру говорить. Лучше установите заново или поставьте в приставку оригинальный Prince of Persia Sense of Time. И вспомните, как все было, когда было все здорово. Ну и да, отдельное фи юбисофтовцам за платиновое переиздание упомянутой уже Prince of Persia Sense of Time. Вот такой вот низости с подменой обложки мы вам никогда не простим.